Рекомендую подписаться на канал Душевные игры, который ведет мой добрый друг. Там вы найдете отличные прохождения игр с большим вниманием к деталям мира и сюжета, спокойным, тихим и приятным ведущим, а также бережное отношение к атмосфере. XCOM 2, Skyrim, Requiem, Mass Effect, Ведьмак 3, а также ряд других произведений, все это вы сможете отыскать на канале Душевные игры. Канал только начинает свой путь, поэтому ему будет полезен любой вид вашей поддержки, будь то комментарии или подписки. Ссылка есть в описании. Приятного просмотра! Всем доброго времени суток, с вами Александр Кондрашов. Я извиняюсь, получилась короче накладка. Я когда записывал, подумал, что с камеры не удалил. Через какой-то момент я это выключил, полез удалять и удалил не то, удалил нужный кусок, а предыдущий, как раз в предыдущей игре осталось. А смысл в чем? Получилось таким образом, что мне пришлось перепроходить игру со второй главы сначала, потому что один единственный ключ, я там не знаю, сейчас покажу его, по-моему. Да, вот он здесь вот, ключ, вот этот вот. Старый ключ со стола Макриди, начинающий просто подержавчину, указываясь на то, что им давно не пользовались. Он лежит в мышке Макриди, в столе. Его надо забрать до того, как по сюжету в эту вышку пойдет чувак. И засядет там. Сейчас, помню, я нахожусь там как раз в этой вышке, вот он сидит за компом. И вот он подходит, и все, он подойти к столу и взять его не может. Потому что там сидит чувак. И если ты этого не сделал до того, как он по сюжету туда ушел, ну, как бы, сорян, все, перепроходи сначала. А если у тебя нет сейва в начале главы, ну, я так понял, надо перепроходить вообще всю игру сначала. Вот, это, конечно, момент дикий абсолютно. И я думаю, это просто, наверное, недоработка авторов в каком-то смысле. То есть, надеюсь, что он посмотрит, увидит. Потому что, ну, допустим, я не нашел сразу. Там был ключ и записка с шифром. К чему шифр будет дальше, понятно. Так, я здесь не помню, что я говорил. Я просто параллельно это включил, чтобы потом подложить, и все. Я долго что-то рассказывал, где-то про то же самое. Короче, пришлось проходить все заново, пришлось проходить всю главу. Там, искать, собирать бумажку, склеивать скотчем. Там, с кровью, опять анализ проходить. То есть, с кровью, откровенно, то есть, анализ идиотский. Я безо всяких. Я говорю всегда, как я думаю, на мой взгляд, с кровью. Мне там что-то надо, оказывается, знать медицину в этом плане и прочее. Причем-то, одна единственная какая-то загадка неоткуда. Ну и, короче, дальше я пошел искать, для чего этот ключ подходит. Ну, я, наверное, здесь тогда обрежу, потому что я там долго хожу. Ну, сейчас я покажу, куда я думал, что он подходит. То есть, вот я как бы шел, 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 мыр, мыр, мыр. А вот, я думал, что ключ, который я отыскал, он подходит к... Да, сейчас туда зайду, ладно. Я говорю, прошу прощения, получилась такая херня, не тот кусок записи удалил. Я сейчас смотрю, почему у меня кусок камеры от Fallout остался. А я, оказывается, вспомнил, что у меня не удалил его от Fallout, а полез удалять. И удалил как раз, как и вместо куска от Fallout, я удалил то, что я записал в какой-то момент вначале. Молодец, я хочу сказать. Дальше нормально, что где-то с пятой минуты будет вообще красота. Но это, по-моему, здесь по графику с пятой минуты. Вот, это, короче, склад. Я так понял, что дверь, вот эта вот, снизу которая, вот тут, она закрыта, и дверь, короче говоря, не здесь. Дверь не здесь. Ладно, я, короче, включусь тогда, когда я запись уже подрубил заново. Вы будете знать, какие моменты, которых и я на тот момент еще не знал. А ну, может быть, здесь надо подойти? Мысль, на самом деле, правильная, но нет, закрыта. Ну, короче говоря, ладно, все. Дальше сейчас будет включение уже с того, что надо. Практически правильно я понял, практически. Но, не с той стороны, я все это смотрел. Кстати, кому интересно, вот эти 14-13 FPS, они без фрапса. Я, по-моему, где-то уже в какой-то серии это говорил. Все, ну, может, это фрапс, ну, так сжирать себя. Вот куда надо подойти. Ну, то есть, в принципе, та же комната, но практически. Мне кажется, ржавый ключ, который я нашел на вышке, сюда подойдет. С этой стороны дверь можно открыть. Вот, и вот я в этом коридоре. То есть, дверь была заперта изнутри, а потом он запер ее на ключ и вышел, ну, где-то вышел с этой стороны и запер на ключ. Так, и вот здесь, ну, кстати, чувак, ты не можешь как бы, это, ошибся. Она не в кутке, она стоит просто вон на этой, на скамейке. Курки членов экипажа. На полке стоит паяльная лампа. А на полке все-таки нет курки. Так, теперь паяльной лампой. Сейчас я не буду долго бегать и думать, бля, чего же здесь паяльные лампы-то открыть? Надо вот это вот хуйню. Думаю, что ключ на вышке сюда подходит, но проверить это нельзя. Надо сначала растопить лед на замке. Давай. А, то есть, я не понял. Че, бля? Слышали, гофрин ебаный, ты че, не взял ее, что ли, сука? То есть, он спорно сказал, о, бля, тут стоит пиздатый пример. То есть, надо было сходить, узнать, что там замерзло, и только после этого он возьмет паяльную лампу здесь, да? Куртки членов экипажа, на полке стоит паяльная лампа. Лампа отлично подойдет, чтобы отогреть замок, бля, ну это пиздец, чувак, бля. Понимаешь, что ты не будешь просто так таскать с собой лампу? Ну ладно, херст. Что-то уже до ебки пошли от меня. Ну, с ключом это феерично, с ключом это было феерично. Так, попробуем. Ура! Открыто! Так, че это у нас? Какие-то подземные коммуникации, слева слышен шум. Так, сейчас. Слева, да? Давайте пойдем сначала направо. Так, не, стоянка. Возможно там свет включается слева. Как-то подошел, так все-таки подерну. Ну да. Ну, сейчас аж 30 фпс, прям ровно 30 фпс. Так, этот генератор. Генератор Туннель завален, а справа оборванный кабель Кажется, я знаю, где нахожусь Орм, прием Орм, ответь мне Да, сэр, слушаю Прием Подойди к завалу в туннеле рядом с генератором Минуту На месте Орм, слышишь меня? Типа он же без рации Ха-ха Да Вы с той стороны завала, я вас слышу Тут у меня кабель перебит Наверное, все сюда обесточено Новый мы не протянем Это надо раскапывать здесь Ясно, Орм Конец связи Этот туннель должен связывать подвал и топливный склад Электричество не восстановить Придется осмотреть все с помощью фонаря Серьезно, откопать найти лафату нет? Невероятно А, нет, погоди-ка Мне просто интересно, это как бы это Это как бы это, да? А вот сюда? А, все, понял Все, говорю, я понял Ну пошли там осматривать с помощью фонаря, окей Так, стоп Тут что? Тут что осматривать? Здесь, по-моему, лампа стоит Тут же тут лампа стоит А, хотя зачем бы лампу не фонарить? Правильно Логично Странно, я думаю, что сейчас пошлют за лопатой Надо будет раскопать, а они типа кабель там соединят Все дела Так, а, вот с этим лампу аварийного этого Может тут есть аварийный какой-нибудь? Так, стоя Опа Какая-то пентаграмма ебучая Ага Так Ага, ге-ге Ага Вот что вызнала я Все это место исписано какими-то религиозными символами Автор точно был не в себе На полу нарисовали большой крест внутри круга Написать Нарисован большой крест внутри круга Надписи прочесть невозможно Невозможно Слит Рядом лежит записка Опа Ой, как и свет появился Это как так? Да будет свет, сказал монтер Эээ Эээ Понял Ага 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 Спасибо большое Блажен читающий и блять А Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего Ибо время близко Вспомни, что ты принял и слышал Принял и слышал? И храни, и покайся Они имеют одни мысли И придадут силу и власть свою зверю И взглянул И вот конь бледный И на нем садник по имени Смерть И... И что-то там за ним Сейчас, подожди Следовал И отследовал за ним И увидел я мертвых Их книги раскрыты были И судимы были мертвые По Написанному в книгах Сообразно делам своими С делами своими Все, я уже все это прочитал Блин, на бумаге нормально написано Зачем отдельные субтитры давать По-моему, это из Библии Из Откровений Иоанна Богослова Библию я точно где-то видел И эта бумага здесь явно неспроста Блин, здесь хотя бы понятно Где он ее видел? Наверное, в Каиле-Кам Слышь, долбаек Нахер-то выкинул Ой, не выкинул Выключил, в смысле Фонарик-то Дурак, что и совсем Включи Он ебанутый или нет? Объясните, пожалуйста Включи фонарик И шаг Керосиновая лампа Ее можно зажечь Керосиновая лампа Которая похожа на подсвечник С тремя свечами Охуенная керосиновая лампа Окей, ладно Допустим, что это была керосиновая лампа Электрический шкаф К сожалению, это бессмысленно Перебит основной питающий кабель Но, блядь, может вы починить Этот основной питающий кабель? Как тебе такая идея, чувак Погрузчик Погрузчик для перемещения бочек с топливом Есть что в нем? Нету Ну-ка Ой, пардон Опять же, если мало ли слышно вентилятор То это как бы подниматься по лестнице выше? Ээээ... Лестница? Хотя там наверху нет ни хера вроде? Библия, скорее всего, либо... Хотя она может быть за угодно, на самом деле Понятно, это он через дырку в ограде пробирался Она либо в кают-компании Ну, какие-то, я так называю Типа в общей комнате Либо она у Макриди Ну, я лучше в общей комнате Чего посмотрим? Это самый логичный, на самом деле, вариант Теперь можно срезать Вылазь С ней залазь Вылазь, залазь, пролазь Уйди и не отсвечивай Вот так вот Я в очередной раз мелькаю своими голыми коленками Если кто-то увидит Сарянчик, как бы извиняюсь Неспечально Открой дверь Наранарананай 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 Десять коветров Так, окей Так, компания у нас будет упадать Так Надеюсь Библия здесь, блин Очень надеюсь, что Библия здесь Так, дай смотреть по сторонам Где здесь может стоять, лежать Библия Ага По-моему, даже кто-то из нее Ага, нет, другая какая-то не была Нет, это не Библия Нет, это не Библия Бля, где он ее мог видеть, а? Объясните им, пожалуйста Есть какая-то записка тоже О, ебать, начинается Ну и теперь будем ходить искать Библию Не, хорошо, я не понял, я так понял, что в подвале как раз есть та вот херня, для которой Библия собственно и нужна Мир Ааа Нет все, я вспомнил для чего нужна Библия Даааа... Илиииииииииии.... Ааааааааа, да-да-да-да-да-да-да-да-да! Наверное там была комната, которая, помните, разъебана снегом? О, там, говорит, там на старейле лежит библия, на стене висит распятие, типа здесь видимо жил какой-то религиозный чувак. Наверное, не туда. Так вот, эта вот комната нормальная, вот эта вот разъебана снегом, а эта вот соседняя вот эта. Ну-ка, Беннинг, открывай давай! Вот Библия. А вот и Библия. Попробую найти здесь текст того странного листа. Так, насколько я знаю. Насколько я знаю. Не, ну вот это нормальная загадка. А, то есть это тот текст одновременно посмотреть. Нормально. Откровение Святого Иоанна Богослова. Глава 1. Иисус Христа, Который дал Бог ему, чтобы сказать рабам своим, чему належит быть скорей, Который следит от Слово Божие и следит от Смыслу Христа, что Он блаженочитающий... Не, погоди-ка. Сейчас. Давай-ка сначала посмотрим. Так. У нас же есть записка. Правильно. А, сорян. Да эскепь, ёб твою мать. Так. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-лай-ла-ай. Нужно пустует. Так. Блаженочитающий... Значит, сейчас я себе пометочку такую сделаю. Ээээммм. Блаженочитающий. Вспомни, что ты принял Джонни, вспомни, что ты принял А вот как считается? Вот так, вот так, вот так, вот так, да? Или как? Вот так Они имеют одни мысли И взглянул, ну короче, конь бледный Да, кстати, я помню стих Сам по себе Так, и что там? И увидел я мертвых Увидел я мертвых Так, окей Все Спасибо Давай, 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 если ебал Так, первый, значит, что это? Блаженчитающий Это 1.3 Так, понимаем, сколько глава первая Нам нужна только цифра 3, я так понимаю В данном случае Ну, допустим, я пока записываю все, как есть Так, блаженчитающий, далее Вспомни, что ты принял Так, я уже все читать, естественно, не буду Вспомни, что ты принял 3.3 Ну, в общем, 13 33, окей Так Далее Они имеют одни мысли Ага, то есть там еще по-другому Нормально А, погоди, интересно, возможно Они имеют одни мысли Это как бы не То есть это может не сначала строчки быть Я есмье Альфа и Омега Начало И конец Говорит Господь Который был и грядет Вседержитель Так, что еще раз должно быть Они имеют одни мысли Ну, это нормальный, в принципе, для квеста геймплей Так Они имеют одни мысли Так, ну, дальше там было Конь бледный А, нет, другой Конь белый Все Вышел другой конь рыжий А, ну все нормально Отлично Значит, нужно смотреть Они имеют одни мысли Окей А, нет, все-таки Вот взглянул Вот конь бледный На нем всадник Которому имя смерть Так, это значит Тогда Это будет Заглянул конь бледный Это 6.8 6.8 Это будет следующее То есть вот туда я Запишу себе Тут у меня еще пока Осталось Место Вот так вот будет делать Так, значит, еще У нас есть Увидел я мертвых Но Но Они имеют одни мысли Это 17.13 17.13 17.13 Еще 17 Глава 3 Глава 6 6.6.11 Глава 17 Типа самая суть Так И ты самую суть ухватил Так И увидел я мертвых На 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 Услышу я голос Неба И увидел я ангела И незреты Видел я престолы И сидящих на них Но это все-таки не то Я написал огонь И увидел я Великий белый престол И увидел я Мертвых, малых и великих и священных прикорных книгах Это были иная книга, это скатковые книги и женщины И они были мертвых, поднятые книги и заобразы делам своими Двадцать, двенадцать Двадцать Двенадцать Окей Да, пусть Спасибо Прошлите к начальнику станции А, чё, я shift нажимаю Я не помню, какого рода там был замок Начальника станции Сколько там цифр Чего, там через эскейп и надо выбегать Надо у начальника станции Так, давайте мы сохранимся Благо эта игра отдаровала нам такую великарепную военность Двадцать Надпись начальник станции. Закрыто кодовый замок. Ввести код. Так, сколько здесь цифр всего? Раз-два-три-четыре-пять-шесть-семь. Семь. Раз-два-три-четыре-пять-шесть-семь. Ну понятно, без учета главы надо вводить. Скорее всего. Потому что получается идеальный семь. Так, а здесь как? Можно прямо вводить? Допустим, три. Окей. Три. Три. Один-два. Высемь. Нет, дадим, давай так вот сделаем. Один-два. Код неверный. Ну да, или в черный экран, там, конечно, помню. Тогда я вообще не понимаю, честно говоря. Закрыто кодовый замок. Ввести код. Так, окей. Я их смотрел, типа, ну первое в любом случае один-три. Это прям по-любому. Потом я смотрел вот так, вот так, вот так, вот так. То есть, вот так, вот так, вот так, вот так. А если, допустим, смотреть их так-так-так-так. То есть, опять же, один, в смысле, сейчас. То есть, три верно, три верно, потом будет... Не, подожди. Так-так-так. Следующее будет конь бледный, а конь бледный, это у нас 6,8. Тогда здесь будет... Воверный, подожди, тогда какой-то пиздец получается. Так. Сейчас, ебался. Бля, ладно. Да я понял, что кот неверный свечок. Сейчас я возьму другую пашку, то у меня все не поебаные. Так, окей, давай смотреть записку. Я уверен, что не нужно номера глав. Прямо по-любому. То есть, возможно, надо... Я как бы показать сейчас не могу. Типа, надо столбиком. То есть, первое, оно в любом. Блаженны читающие и слушающие слова пророчества сего. Ибо время близко. Значит, сейчас я прям себе такой крестик нарисую. Вот так вот крестик, кружочек. Наверху по-любому 1,3. Слева 3, 3. Потом 17, 12. Потом конь бледный смерть. Это 6,8. И увидел я мертвого 20,12. Вот так. Возможно, теперь надо действовать несколько по-другому. Окей, поехали. Давай, да, надпись начальной станции, кодовый замок, поехали. Закрыто кодовый замок, ввести код. Значит, мы вводим опять же последнее. Значит, 3,3. Потом 8. Потом 12. Так, 3,3,8. 12,12. Черняк, конечно, какая-то, ну ладно. Код неверный. Я туда последовательность вообще не понимаю, серьезно. Сватит. Но. Сватит. 인가. Да. Прямо. Я сюда. Да. Ничего, блядь, не понял Еще раз 1, 3 17 Ау 6, 20 Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас объясню Пик Что здесь произошло? Музыка прекращается Не страшно Труп чувака, ну подумаешь Зачем тебе фонарик здесь объясню? Еще одна жертва Тело сильно обгорело, невозможно Идентифицировать, но это офис начальника станции Наверное, это бедняга и был полгерей Судя по локальному повреждению кабинета Произошедшее не было пожаром Безумные предположения, но кажется, что Этого человека сожгли Направленным потоком огня Сейчас совсем не стоит кому-то об этом говорить Здесь должен находиться журнал экспедиции Он прольет свет на службу На судьбу экипажа Так Короче, смысл был в том, чтобы не из последних цифр Ну там, например, глава один стих третий Глава третий стих третий Надо было брать номер главы, а не стиха И в последовательности, то есть, ну там крестик, да То есть в последовательности не справа налево, а сверху вниз Вот так вот стал официальным А я там уже плюсовал, переумножал и так далее Ну это как бы ладно, это можно все методом Вот если бы это не сработало, то вообще Вот тогда бы я сказал, типа, ребятки, что за нахуй А, и одну я перепутал, там была не 12, а 13 в одном месте Так, значит, что мы Я по идее знаю, что здесь надо делать уже Про трупец мы сказали Дайте посмотрим, что у нас вот здесь на столе Не тыкайтесь в то, что говорит, не нужно Это вообще ничего не... так, а это огнемет? Или это что-то говорит? Вообще ничего не двигаться Это шутер Ты же серьезно? Ты даже не подаешь к столу, там, не? Телевизор и видеомагнитофон Электроника в рабочем состоянии Огонь ее не повредил Ну то есть, да, направленным огнем Пиздану ли чувака Так, к столу не подойти Картотека станции Экипаж оборудования Списки имущества Карта Антарктиды Так, вот конкретно вот Ага, все понятно К одной подходит Ладно, поехали Ну, ты что-нибудь скажешь про это? Не, если это моя фпс, нормально Так, ну, надо постараться эту хуйню сделать Так, сейчас я сразу туда А, подожди, я выкину Давай сюда Да не буду, господи, возьму новый Подумаешь, господи Тихо листочков Гавана Я сижу, опять же, больше часа уже фигу не напишу Так, где у меня Смотрим Так Блин, что ты делаешь? Вовремя, как говорится Звонит, как всегда, когда надо Так, ладно, значит Это я переписал Значит, что у нас получается 7, 6 2 19 на 3 Ну, если, блядь, ничего не путаю 57 Так Ну, 9 и 27 И 2, 26 56 52 Пардон Так Ну, по идее, вот А это стрелочки, в какую сторону крутить? Но В чем хох Я опять же сохранюсь на всех случаях, что-то я забыл Хотя он перед тем, как начальник установил Не, нахуй, будешь еще раз сохранять Что-то каждый раз, что-то слушать, что-то Давай сюда Ну, хохма в том Что он не щелк... Обычно как, доходит так вот Тик-тик-тик-щелк Тик-тик-тик-тик Одиннад, конечно, непрерывно Так, значит 42, 12 Так, 42 туда и с датами. Здесь еще инвертировано, замечательно. Охуенно. Не, серьезно, на паузу нельзя останавливаться? Допустим, сейчас просто попробуем. 42. Теперь нужно 12. 13, молодец. Да ёпт, блядь, ну какой, серьезно, насколько надо быть, чтобы инвертировать, блядь, когда нажимаешь кредал еще вправо, и он его крутит, блядь, влево. Так, 42. Да ёпт. Ох, это будет долго. Но хотя бы здесь фпс не так сильно проседает, здесь он 26 стабильно сидит. Так, 41, 42, это был 43, замечательно. Там еще боишься не попасть же. А вот если надо еще и по скорости, то он тут типа беспрерывно. 41, красота. Так, 42. Теперь 12. 12. 12. Если нужно без остановок это прокрутить, я вообще... Так, теперь 57, 57, у нас здесь 55, значит 56, 52. Вторая. Охуенно, блядь. Блядь, блядь. 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 А если так? Или надо прям четко? Так, 20... Это в ту сторону, то есть... Так, подожди, блядь, я же не... Подожди. Он разный. Сначала я крутил туда. Потом 12... Туда. Теперь 57 опять туда. 27... Ебать, я что-то вообще ничего не понял, погоди. 42! Туда я крутил, правильно? Да, вот так вот. А, кстати, это интересный вопрос. Туда вот это, ее саму вот эту туда? Блядь, я что-то сбился, подождите. Может вот так вот надо 42 все-таки? Блядь, на самом деле, походу, так делать не надо. 42... Так, теперь в ту сторону 12. 12 это у нас где? Что-то явно не то, короче говоря, сделано. Так, 12. 15. 57 туда. Да хорош, стрелок не хватает, блядь, что за хуйня? Еще раз, блядь, это вот, раз, 42. Потом 12 в другую сторону, 57 в эту. А в последнюю-то куда крутить, блядь? Туда, 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 ну, соответственно, это, наверное, туда. Так, а у меня сейчас что? 12. Значит, теперь 57, подожди, 57 туда. Это у нас где она тут? 57, 57, это 55, 57. Не знаю, сколько там вообще времени будет. Так, значит, 42. Поехали. 41, 57. Да уйди ты, блядь, заебало говно тупое. Я еще не рассказал про эту загадку, типа, откуда. Ну, это, в принципе, если я все правильно понимаю, это как бы легко, наверное. Так, значит, 42, 12. Подожди, 42, 12. Да, да. Блядь, это что я делаю-то? Блядь, почему я останавливаюсь? Потому что докрутить еще один можно, по идее. Это, кстати, интересный вариант. По идее, во всех этих, то есть, можно докручивать. Главное, тот момент, типа, вот, 42. Все. Надо теперь туда-сюда не переборщить, 42. Теперь, 12, туда и. Поехали. До 15 дойдем. 15, 14, 13, 12. Теперь, 57, вот туда. 57, это у нас... Опять же, доходим до 50 и аккуратненько, ну, по идее, если так работает. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. А теперь, 27, опять же, в обратную сторону. 27, это у нас будет... Это с 30, надо считать. 30, 29, 28, 27. Так, и на 52 крутим. 52, это у нас там. 73, 52. Не понял. То есть, реально не останавливаясь надо. Продолжение следует... Короче, изначально я все правильно делал, на самом деле. То есть, куда... Куча-стрелка показывает грубо в противоположной раке, не знаю, какого хера. Ну, короче, сначала влево 42. Влево. Прям вот влево. Причем совершенно не обязательно делать все это сразу. Вправо 12. Так, влево 57. Так, 55, 56, 57. Бля! Я бы кнопку нажал, сука. Сейчас, еще раз. Влево 42. 44, 43, 42. Потом вправо 12. Влево 57. 59, 58, 57. А, вправо 27. 26, 27. И влево 52. 55, 54, 53, 52. Можно без пауз. Открыто. Отлично. Праздник на улице. На дворе. Как я и думал, журнал здесь. Журнал «Антарктическая смена номер что-то там». Дальняя, наверное, смена. Сезон 1982 года. 23, 02. Исследование открытого грота в канале номер 4 продолжается. Норрис подхватил простуду. Ничего серьезного. Новые оптические, сейсмические датчики РХ не выдерживают низкой температуры. Беркли игнорирует, использует сжатый запас F. Надеюсь, что хватит. Иначе наша задача номер 6 под вопросом. 24, 02. Погода наладилась. Ремонт основного дизель-генератора прошел успешно. Кларк. Ну, то есть Кларк, который он починил. В 16, 13. В гараже обнаружилась вода в жидком виде. Доктор Блор и профессор Кеннет провели анализ на месте. 25, 02. Большое открытие. Анализ жидкости из грота показал наличие микроорганизмов. Профессор Кеннет не рекомендовал радировать об этом. Согласен. Требуется проверить данные. Доктор Блор против переправки биологических материалов на станцию для дальнейшего исследования. 26, 02. А, ну. А, ночью был сильный мороз. Выпал, вышел из строя один из транспортеров. Наверное, да? Ремонт возлагаю на Беннингса. Образцы привезены на станцию. Блор продолжает настаивать на своем, но его мнение... А, по его мнению, организмы ведут себя странно. А Крити согласен с ним. Нет. 27, 02. Произошло ЧП. Ночью пропал исследуемый материал. Все утверждают, что не брали. Есть предположение, кто-то хочет вывести материал контрабандой. Наши собаки стали беспокойными. Одна из них, Бастер, напала на Киннера. Пришлось ее усыпить. Киннер серьезно не пострадал. Погода снова испортилась. Не успеваем передать радиограмму. 28, 02. Кларк с утра плохо выглядит. Доктор... Коппер? Подожди, Коппер. Подожди, а как его назвал? Ну, возможно, Коппер... Мне кажется, он Коппер, оказывается. Осмотрел его. Материал так и не найден. Очень не хочется принимать крайние меры и обыскивать личные вещи. В 14.25 Кларк напал на доктора Коппера и был застрелен. Объяснения происшедшему нет. У Кларка наблюдаются физические изменения. Костное новообразование, деформация тканей. Коппер проведет анализы. Ситуация выходит из-под контроля. Блор уничтожил оборудование связи, повредил вертолет и убил собак. Утверждая, что станция заражена неизвестным, найденным организмом и никто не должен ее покинуть. Блора изолировали. События сегодняшнего дня плохо повлияли на моральный дух и доверие членов экспедиции. 1.03 Я, Джон Макриди, вступаю в должность начальника станции. М. Герри тяжело ранен и не может исполнять свои обязанности. Коппер попытался бежать со станции по направлению к хребту. При обнаружении проявил агрессию и был убит. Тело подверглось мутации, так же, как и тело Кларка. Похоже, Блэр был прав. Тела Кларка и Коппера, трупы собак, все найденные биологические материалы были сожжены и закопаны за складом инструментов. Связи с лагерем на хребте нет, с Ральсеном отправляюсь туда, оставляю Норриса за старшего. Да, журнал, конечно, пролил свет на некоторые моменты. Экспедиция действительно нашла какой-то организм в пещерах, что и послужило причиной трагедии. Однако, журнал далеко не полный, описана гибель двух членов экипажа, но что с остальными? Человек в этой комнате погиб позже последней записи, как и Радис Даттон. Что за дыра в подвале? Что случилось с людьми в лагере на хребте? И кто послал сигнал СОС, если радиооборудование уничтожено? Также написано, что тела и все биологические материалы были сожжены. Это должно было спасти станцию, но что-то пошло не так. Надо найти захоронение. Так, а захоронение? Сейчас. Возможно, будет длинная серия, я сейчас хочу это пройти уже. Так, лопатку, 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 я знаю. Курки силы экипажа стоит осмотреть карманы. Ага. Окей. Ну, стоп. Ну, ладно, мы лопату возьмем. Так, еще раз. Так, тела закупаны за складом инструментов. Склад инструментов у нас, блядь, где? Какой из них склад инструментов? Что из этих двух мест нужно отдать, допустим, туда? Какая-то хозяйственная постройка. Закрыто. И все, да? Возможно, там с нашими пацанами потрясать надо. Здесь же еще валится карманы. Это дорога к лагере на хребте. Да, да, да. Завтра утром мы обследуем место сегодня. Другие вот склад у нас подняется. Серьезно, это тоже дорога к лагере на хребте? Да ебаный твой свет, сука. Ну, ты открываться будешь. А, склад инструментов, вон он. То есть, это... Так, склад инструментов у нас, вон там написано. Где вот мастер... Ну, конечно, это толстый, склад дальний. Так, ну что, мне-то надо с ними потрясать, наверное, потрясать с нашими ребятами. Получается. Потому что иначе хер знает, что делать. А, сорян. По складам инструментов ничего нет. Сейчас мне ничего от адреса не нужно, и стоит лишний раз его трогать. Ладно. Здесь такие порой неочевидные абсолютно вещи, то есть, ну, праздник, чего. А здесь закрыт. Опа, мать. Ну, а, нет. А, нет. А, шоу, нет. Ничего не могу сказать. Ну и что, блядь, где я там найду все эти склад инструментов ебаной? Ну, что, лопату тебе все-таки надо. Что, подумай. Пожарный щит инструмент. Сверх, тебе еще лопату зачем-то. Если с ними не говорить, я не знаю, что тогда игра хочет. В очередной раз, блядь. Ну, давай ты, гости, смотри, сейчас еще будет полтора часа спускаться. Ай, все заварю. Работает, не буду его отвлекать, блядь. Ничего тогда. Может, лопату-то возьмешь, блядь, долбоёб, чем копать-то собрался? Лопата разбросана по всему этому, братья ничего этого не хочет. Может, ему надо взять лопату из вертолета. Так, ну, допустим, что они прям приземлились, прям вот, четко на вертолетную площадку. Открой! Отвертонажетные площадки, склад оборудов... А, подожди, у меня склад оборудований и склад инструментов мне нужен. Все это в левой части, короче. Блядь, что происходит? Статый инструмент. Статый инструмент. То, блядь, одну хер заставишь, то он автоматом две проскакивает. Блядь, опять, ну, что тут он делает? Статый инструмент. Да ёбаный пидорас, блядь! Серьезно, так надо было делать отдельно, он спуститься по лестнице никак не может, да? Надо было сразу, то есть, или внизу сразу оказаться, что все это целиком, этот пид, проходить персонаж, нет? Или ему очень сложно? Ну, конечно, то, что они по-прежнему... Да вылезай уже, господи! То, что они по-прежнему ничего не сделали с чуваком, который заражен, это, конечно, прекрасно. Вот вертолеты, от него где-то выкнут. Ага, ну да, кажется, это здесь. Прием! Всем прием, как слышно? Зря я по-небегу. Прием, сэр! Слушаю вас! На связи, Майк! Прием, на связи! Нам предстоит поработать. Тейлор, нужны лопаты, посмотри в тамбурах. Орн, в вертолете есть аккумуляторные прожекторы, достанет Андерсен, помогаешь ему, мы кое-что раскопаем. Вертолете! Нам тоже что-то надо делать, чтобы доставать и таскать. Нам не так же сайт. Господи боже! А сейчас нам пора хвататься за оружие? Там что-то лежит, какой-то... Сэр, смотрите свет, кто-то едет Это какой-то лежит, то ли меч, то ли предмет, то ли метал? Давай на второе Субтитры сделал DimaTorzok А вы кто? А где наш экипаж? Я Майк Хейс, Антарктическая спасательная служба США Мы прилетели на сигнал СОС, вы члены экспедиции? Я Фрэнсис Беркли, это Андерс Райлсон Сигнал СОС? А как вы получили радиостанцию, уже разбили? Ну, а где все остальные? Значит вы не знаете Мы только что из горного лагеря На станции должны быть шесть членов экипажа Никого нет? Я думал вы нам объясните, что здесь произошло В таком случае давайте пройдем внутрь Нам есть что рассказать друг другу Да, мы с Беркли нашли эту гадость Это был новый тоннель, на него наткнулись случайно Утразвуковая локация показала наличие большой пустоты со стеной И мы ее вскрыли Пещеры были странноватые При температуре минус 10 градусов Там был такой какой-то конденсат Соли, органик и еще хрен пойми что И по мере углубления в тоннель Концентрация этого вещества увеличилась В конце концов мы уперлись в целое озеро этого рассола Отдали пробу профессору Конанту Он и сообщил об открытии Это была действительно сенсация Это не какая-нибудь бактерия А полноценный и довольно крупный микроорганизм Я не биолог, я в этом не сильно разбираюсь Блэр ведь предупреждал об опасности Да, но понимаете, Блэр человек такой Параноидальный Тем более мы приняли все меры предосторожности Да, это заметно Поэтому вы не подписали то заявление Какое заявление А, да, Конан решил оставить все в тайне Пока факт не будет максимально изучен и обоснован Ой, здесь чешется Но в этот раз Блэр был прав А самонадеянность Конанта погубила экспедицию Перкли Ты и сам прекрасно знаешь, что материал был украден Тем самым нарушены условия хранения И решить, что там могло быть Да, в журнале отмечена пропажа А виновного нашли? В свете последующих событий Как-то стало не до этого В журнале описаны события, включая 1 марта Гибель Кларка и Копера Уничтожение радиостанции И ранение начальника Гарри Маккреди принял должность И вы и Райлсон ушли с ним в горный лагерь Но что произошло дальше на станции? Вот этого я не знаю Вы сказали, что нашли Даттона Тот человек в офисе начальника Судя по одежде, это Норрис А что это за чертовщина в подвале Даже не представляю С ума сойти можно Связи с лагерем не было Норриса оставили за старшего А я и Маккреди отправились сюда Мы нашли Беркли в ущелье И долго его вытягивали Да, несчастный случай Мы полезли в колодец И, в общем, карабин сорвался Я успел схватиться за уступ А команд нет Я там полутора суток просидел Мы не смогли спуститься И забрать тело комнаты Очень рискованно Это было вчера вечером Маккреди пытался связаться со станцией Но связи не было Из-за сильного холода Не завелся вездеход Было уже темно Отложили выезд на утро А ночью Маккреди встал Сказал, что должен проверить что-то И пропал Сегодня мы обыскали пещеры Но так и не нашли его Но смогли починить машину до темно И вот мы здесь Мистер Хейтс Мы так и не представляем Что здесь происходит Как и вы Здесь уже не идет речь О каком-то уникальном заболевании Доставшемся Может с доисторических времен Надо отсюда убираться А про заболевания Можно подробнее? Что вы узнали? Это заразно? На этом мог бы ответить Блэр Или доктор Коппер Но первый был не в себе А теперь вовсе пропал А другой мертв Я знаю только симптомы Они вполне очевидны Заболевший становится Заторможенным Забывчивым Как будто не спал несколько суток Так было с Кларком Коппер просто вышел со станции И отправился в метель Его случайно заметили А деформации и мутации О которых написано в журнале Это объясняется? А вот это загадка Ну, то есть вы не знаете С чем имеете дело Нет, но и симптомов у нас нет И у вас я смотрю тоже Можем по прилету в карантин Сесть для уверенности Но здесь нам делать нечего Пусть разбираются Компетентные службы Хоть военных сюда присылают Наша работа закончена Я хоть сейчас вылечу В первом паникюре на деревне Хорошо, вылетаем завтра Забираем отсюда все документы И результаты исследований Мы привезли вам кое-какое оборудование И журналы Погрузим вертолет С вашего разрешения Грузите Орн, ты закончил в подвале? Да, вполне Тогда ты Тогда ты и ты, Андерсон Проверьте вертолет Ну, наконец-то Это я мигом Ясно, сэр Гарри, собери документы и записи Какие найдешь в лаборатории Возьми образцы с тел И с места захоронения На Макмерда Выяснят, что это такое Географическое название За работу, господа Так Не все понятно, что здесь происходит Но Ральсон прав Тем более мы нашли выживших Работа на этот раз закончена А у меня осталось кое-что проверить В захоронении лежал этот ключ Надеюсь, зубцы не оплавились И можно что-то открыть Что-то ключ Обожженный ключ Стоит надеяться, что огонь не деформировал его сильно И он все-таки что-то откроет На самом ключе нацарапан знак плюсик Наверное, это медпункт В таком случае Погнали Так, сейчас я только сделаю вот так вот Если уж совсем будет длинная серия То разобью на два куска Но я не думаю Скорее всего плюс это Сюда я медблок Закрыто Наверное, это отсюда Ну да Открыто Может быть, что-то скрипок А вот и еще один А вот и еще пропавший Похоже, этот человек покончил с собой Он выстрелил себе в рот И вагбер лежит на полу Возьму с собой А это что такое? Видеокассета Рядом с мертвецом Что если... В офисе начальника был ведь Видеомагнитофон Надо попробовать включить На операционном столе Еще одно тело А этот умер от кровотечения Как мне кажется Рядом хирургические инструменты в крови За его жизнь боролись Но спасти не смогли Не знаю, что делать Люди на взводе Они хотят убраться Из этого могильника Но Слишком много вопросов Без ответов Я сомневаюсь, что должен Просто так покинуть станцию И у меня есть кассета Добыть его не может Вообще обалдеть Смотрите, что происходит Он сам дошел Не надо было Блин, наверное, длинный консервис Посмотрите, что он будет В целом Черт, забил Ну, посмотрим, что на ней Давай, жги Ну, это уже из фильма, да Я доктор Стивен Блэр Биолог Я не знаю, кто вы И как вы нашли эту запись Но это означает, что Весь экипаж станции погиб Слушайте меня очень внимательно От этого зависит не только Ваша жизнь Но и жизни миллионов людей Сегодня 2 марта 1982 года Пять дней назад Мы обнаружили микроорганизмы При обследовании пещер на хребте Неподалеку отсюда Три дня назад Произошло заражение станции Я думал, что это инфекция Но я ошибался Это существо Имитатор Нет-нет, я не сошел с ума Клетки этого организма Могут поглощать И копировать клетки носителя Каким-то образом Он блокирует даже иммунную И нервную системы Жертва не подозревает О замещении тканей Я долго не мог понять Почему деформированные ткани И скелет жертвы Не имели отклонений В клеточном строении Но это еще не все Существо может копировать психику Кларк Первая попытка Он был деревянным Коппер же Имитация искусная Но Норрис Черт Он так забыл закрыть Я уверен, что это был человек Пока он не напал на Даттона И я его не сжег Теперь я не уверен ни в ком Эта тварь бывает Очень убедительно Однако я полагаю Что она не способна На сложные действия Копирование психики И поведения Это еще не значит Уметь воспроизводить навыки Сейчас нас осталось трое Даттон Я Игг Иггери Он очень плохо И сомневаюсь Что долго протянет Киннер И Беннинг пропали И я догадываюсь куда Связи с лагерем тоже нет И что с МакКрити Я не знаю Этот дурак Даттон Хочет восстановить связь Хотя бы морзянкой Но это фактически ловушка Для тех кто прилетит Прошу прощения Опять звонят Звонят Еще одно предположение Я думаю что мертвые ткани Не могут быть ассимилированы И этой твари до меня не добраться И мой разум не получить Кого бы вы не встретили на станции Это не человек Это все Не доверяйте никому Господи Господи боже Сэр Прием Вертолет полностью готов Парни погрузились в свое оборудование Можно перекусить и на боковую Сэр Прием Вы меня слышите? Сэр Чтобы он не отвечает Майк прием Ответь Майк слегка подокуил От увиденного Нечто Да Это даже видеоролик в конце Типа что в следующей серии будет? Ха-ха, ну это мокрый, это мокрый, да-да-да, это мокрый. Что разъявилось, сдохни мразь, да, это мокрый. Нечто, конец второй главы. Не, ну рок, естественно, зачетный. Я так понимаю, либо типа что будет в следующей серии, либо это просто кусочек показателя затравочного. А что за голый мужик выгляжал, она на кого-то отпочковала и голый мужичок выгляжал. Ну, в общем, вот такие дела, вот она вторая глава, все. Я говорю, посмотрю, что будет по времени, если что, разобидно две серии, но думаю, просто одна подлиннее. Не знаю, то ли потому, что я заранее общался, то ли что еще, но как-то мне не показалась дико сложной загадка с сейфом. Ну, она немножко муторная, вот, но я не скажу, что прям сложная. Вот. А сама по себе она является отсылкой к Silent Hill 2, там, прям один в один, насколько я знаю. Я не проходил Silent Hill 2. Вот. Ну, в целом, сюжет местами уже откровенно идиотия началась. Вот. Вот. Загадка с кровью по-прежнему, я подчеркиваю, по-прежнему, что надо читать медицинские книги, чтобы узнать, что это за загадка, как ее решить. Это полный пиздец. Вот. Ну, с Библией она вообще, по-моему, элементарная. Я не знаю. То есть, пока такое, знаете, ни шатка, ни валка. Но, на самом деле, я ждал худшего по тому, что мне рассказали. А, значит, третья глава, финальная, ну, насколько я понимаю, финальная, она должна быть где-то в декабре, как сказали. Ну, будем посмотреть. Ну, а пока на этом все. Ссылка на плейлист в описании. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу, подписывайтесь на канал по обзору фильмов, на канал автор музыкальной темы, на канал душевные игры. Подписывайтесь, щелкайте на колокольчик, чтобы приходили уведомления о новых видео и рассмотрите возможность поддержать канал материально. Все ссылки есть в описании. Ну, собственно, пока что. То есть, пока я вердикт никакой выносить не буду. Я сейчас, когда думал, что все будут какие-нибудь херняки проходить, бродить и прочее, я плю на это говно и все. Ну, финал-то. Ничего, нормально. Посмотрим, что из этого игру в итоге выйдет. Все-таки нечто хоть показали, хоть немножко. Ну, и Макриди, конечно. Макриди, конечно. Всем всего доброго и хорошие игры. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok